Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампыри, из Финляндии. Наверное, в каждом видео я повторяю Юганус, Юганус, Юганус. И многие написали Оле, но расскажите подробнее о этом празднике. Ну и, конечно, многие, кто в Финляндии отдыхали, знают, что финны снимают большими компаниями дачи, снимают вот такое место, куда можно поставить палатку, отдыхают, сауна, поплавать на лодке, как говорится, искупнуться после сауны, пожарить колбасы. Это для них, как говорится, самый любимый праздник лета Юганус. Ну и это День Ивана, наверное, многие отмечают. Я помню, в Латвии, когда я жила на Рижском море у своей тети, я тоже помню этот праздник. Вот эти большие оркестры, которые собирались, и большие хоры всегда собирались вот на эти дни. Да, тоже вот все это отмечается. Многие знают этот праздник как День Ивана. Ну и в Финляндии это 22 по 23 число. Ну и многие, кто живет в Финляндии давно, лет 30, а может быть и больше, вы помните, как эти праздники отмечались Юганус Атона, вот как говорится, до, день до самого события. Магазины закрывались уже в 13 часов, то есть всегда все было закрыто, Финляндия вымирала. Теперь, пожалуйста, открыто все 24 на 7 работает призма. Конечно, алкоголь прекращают продавать 21 час, но все равно все, что душеньке угодно. Нет, тогда закрывалось все в 13 часов и нужно было прямо по списку пойти купить, что действительно потом несколько дней ничего не работало и все вот, как говорится, кутили и гуляли. Да, жизнь меняется. Европа-Унион дал вот эти возможности держать эти магазины всегда открытыми. Ну и, конечно, многие хотят на Юганус работать. Я понимаю прекрасно, зарплата совсем другая, многие платят по 300% в этот день. То есть, конечно, если ты выходишь вот на такую обыкновенную, как говорится, обыкновенную вору, обыкновенный рабочий день, ты не получаешь никаких доплат, это совсем другие деньги. Но если ты получаешь 300% и ты работаешь еще вечером, доплата 25, а ночью еще доплата идет, то есть ты за один день или за одни сутки можешь заработать очень хорошие деньги. Поэтому многие стараются на Юганус взять смену, ну а многим и денег не надо. Они наоборот зарабатывают выходные, отгулы, чтобы уже за несколько дней до этого замечательного праздника уехать на дачу, чтобы успеть все подготовить, потому что знают, что приедут родственники, друзья, соседи, чтобы уже, как говорится, гуляй, чтобы не надо было, как говорится, заниматься хозяйством. Ну и как же финны приглашают? Да, много раз они просто присылают сообщения, и вам нужно, как говорится, отписаться вот до определенного времени. Нас тоже пригласили в этом году на дачу. Мы посмотрели, где эта дача находится. Конечно, тоже не близкий свет, туда нужно ехать на машине несколько часов. Многие помнят, я снимаю видео. День рождения финской женщины, 50-летия Катя, вернее она Катя, то есть по-фински. Ну, я ее называю Катюшка. Ей очень нравится, вот с таким русским прононсом. И снимаю в школе, она преподаватель вот по текстилю, и, конечно, снимаю этот день рождения. Ну и в этом году пригласили вот на такую дачу. Я, честно говорю, я человек против дач, ничего не имеющий, но люблю отдыхать с комфортом. Ну и, конечно, первый мой вопрос, есть ли там где спать, потому что всегда вопрос вот первый, что хватит ли всем места, если мы останемся с ночлегом. Да, место есть, но, к сожалению, нужно всегда привезти с собой постельное белье. Это никакая не проблема. Да, финны много раз говорят, у нас есть раскладные диваны, но нет вот столько постельного белья. Ну и, опять же, сумочка ики, а туда можно кинуть просто два одеяла, две подушки и кинуть на заднее сидение машины. Это никакая не проблема. Да, многие финны прямо говорят, что, пожалуйста, постельное белье с собой. Но можете себе представить, если вот такая компания, 10-15 человек, и потом вот эта гора постельного белья, ты будешь неделю его стирать, сушить и гладить, кому это надо, конечно. Поэтому нормально финны говорят, что, пожалуйста, постельное белье с собой. Ну и для таких случаев, где нету ночевать, у нас есть палатка. Да, у нас с Кеушкой есть двухместная палатка. Я в этой палатке была ровно один раз. Вспоминаю это как вот в таком ужасе, что мне туда не забраться, мне оттуда не выползти. Это, конечно, дело молодых. Но, опять же, многие уважают вот такой отдых с палаткой, с рюкзаком куда-то в Лапландию. Вот этот, как говорится, почему бы нет? Я не говорю, что это ужасно, но это не мой отдых. И я помню, когда у меня приезжали друзья из Питера, наоборот, мужчина с мальчиком спросил первым, а можно ли спать в палатке. Мы всегда ставили эту палатку. Да, это, конечно, шикарный сон. То есть на свежем воздухе. Ты просыпаешься в 5 часов утра от росы. Поют птички. То есть, конечно, это вот такой релакс. Но это релакс для жителей большого мегаполиса. Для меня такой релакс, это, конечно, не релакс, а геморрой. Ну, опять же, палатка у нас такая есть. И мои друзья из Питера купили себе точно такую же палатку, потому что у них есть дача. И они даже, по-моему, спали несколько раз на даче вот в этой палатке. То есть, вот такой экстрим. Ну, опять же, почему нет? Чем бы душенька не тешилась? Главное, чтобы ребеночек не плакал. Ну, и я спросила, будет ли много народа. И когда я услышала, сколько людей приедет. Конечно, большая компания всегда вот так все шумно отдыхают и гуляют. Да, почему бы не поехать? Но проблема. Так как, окей, вот этот аппарат, который работает на электроэнергии. Он спит вот с таким дыхательным аппаратом. На этой даче нет электроэнергии. Я спросила, ну, а как же работает холодильник и все остальное? Да, холодильник работает на газу. Вот такой газовый баллон. Ну, я, конечно, культурно отказалась. Большое спасибо, что Катя ты пригласила. Мы приехать не сможем. Ну, и меня много раз спрашивают. Оля, ну, хорошо, ну, в наше время дача, где туалет на улице и нету света. И я много раз объясняю. Да, финны хотят много раз оставить вот нетронутую дачу. То есть не хотят туда провести горячую воду, стиральную машину, моечную машину, туалет внутри. Вот как я снимаю, например, дачу Марья. Там как дом. Там двухэтажный дом. Дом. Там есть все. Даже вини-кулвере, то есть вот этот холодильник, где можно хранить белое и красное вино. Да, у многих дачи, это дома у людей столько нету вот этого всего шика блеска красоты. Ну, а многие наоборот хотят дачу вот в таком нетронутом состоянии, где действительно улица, вот туалет на улице. То есть все знают, что это за туалет. И холодильник работает на газу. Нет, конечно, можно приехать на один день, вот так пожарить колбасы, искупаться, пойти в ту же сауну, сделать масочку, поточить лясы. Ну, почему бы нет? Ну, и уехать, конечно, домой никакая не проблема, так как Кей у нас не употребляет алкоголь. Он может везти машину и утром, и днем, и ночью. Это никакая не проблема. Не то, что ты приехал, залил глаз, а потом на бровях поехал обратно. Нет, в Финляндии, конечно, такое не работает. Ну, и когда я услышала, какая будет температура на югануш, я, конечно, еще сказала, да, то есть шерстяная кофта, шерстяные носки, резиновые сапоги обещают холод и дождь. Ну, какая дача? Нет, простудиться тоже не хочется, поэтому лучше будем дома. Ну, я культурно отказалась, что будем с семьей, с детьми дома. Так что вот такая система. То есть финны приглашают. Это нормально, если вы не хотите, культурно, если вы найдете повод отказаться. Все мы люди, все прекрасно понимают. То есть никакая не проблема. Ну, и финны много раз приглашая делают, как говорится, вот такой скрин. Если какая-то складчина, обычно это называется ньютикерсти. То есть если вот так вы прочитали, вас приглашают вот так, значит, там есть список. Кто-то делает салат, кто-то покупает колбасу, кто-то покупает сыр. И вы куитаты, то есть вот-вот куитанут, что вы купили. Да, много раз делают вот такую складчину. Не то, что хозяйка пригласила 20 человек, и вот их 3 дня нужно кормить, поить. И, как говорится, она тут польку-бабочку пытается танцевать, что вот, да, перед всеми этими гостями. Нет, все равноправие, то есть и в складчину финны тоже отдыхают. То есть если вы, вот, например, поставили галочку против каких-то салатов, вы обещаете привезти салаты и так далее, и так далее. То есть все понятно. Ну, и для этого есть эти холодные сумки. У нас этих холодных сумок есть и твердая, и мягкая, и побольше, и поменьше. Есть такая еще, которую можно включить в машине. Она, по-моему, работает вот от этого прикурить. Здесь, то есть такая тоже сумка есть. Путешествовали много, ездим по Финляндии много. Поэтому вот эта сумка здорово. Туда можно положить и бутерброды, и холодные напитки, и что вы хотите. То есть эта сумочка вот такая незаменимая. Ну, и всегда холодную сумочку здорово, опять же, вытащить. Если на какой-то пикник вы останавливаетесь. Не то, что вы достаете, и все это потекло, и непонятно в каком виде. Ну, и термосы тоже есть, и побольше, и поменьше. Поэтому кофейку тоже с собой можно взять, пока вы до этой дачи доедете. Если по дороге нет даже никуда остановиться. Ну, в принципе, в Финляндии никакая не проблема. Эти бензоколонки есть, и там есть и ланч, и буфет, и бутерброды с собой. То есть никакая не проблема. Ну, и, конечно, если кто приглашает, говорит, ничего с собой не надо. Да, такие тоже есть, что только сами приезжайте. Ну, тогда, конечно, какой-то подарок. Что вы должны подарить с пустыми руками? Вряд ли кто-то ездит. Ну, и опять же, если едете на дачу, что на дачу можно подарить? Какой-то сет для сауны, может быть, даже какую-то бутылку красивую. Если какие-то дети есть, детям всегда конфеты. Помните из этого фильма «Бабе мороженое детям цветы»? Нет, наоборот, перепутал. Вот тут точно так же, то есть конфеты тоже можно каких-то купить. Никакая не проблема. Ну, и многие приглашают заранее, только из-за того, что действительно, сколько человек потом отпишется, что они приедут или не приедут. Не так, что вы готовите, что у вас будет компания 20 человек, а потом никто не приедет, и вы останетесь вдвоем. Ну, и сауна Финляндии – это вообще отдельный вид искусства. Я про это много видео записываю. Ну, и, конечно, есть до сих пор вот такие, которые приходят и пишут мне непонятные комменты, что это такое, да какой ужас, да неужели действительно все вот так моются? Ну, народ, да, Финляндия, сауна – это вот такое место. Многие помнят, что в сауне женщины рожали. Это было место, где родились дети, ну, и уходили в последний путь тоже в сауне. То есть, ну, а где этого человека, как говорится, приготовить в последний путь? То есть, сауна для финнов – это святое. Ну, и, конечно, помыться, да, могут затопить и югануш сауну, и сауну на югануш, и еще вечером помыться, и помыться уже с утреца. То есть, конечно, вот эта сауна, этот ритуал, он, наверное, не только на югануш, но на югануш сауна – это у них, конечно, вот что помыться – это дело святое. Ну, и каждый год тонут люди, про это я тоже говорю в каком-то видео. Непонятно, зачем эти мужчины лезут в воду, если они под шофе, конечно, ногу может свести. В Финляндии очень холодная вода, я купаюсь настолько редко. Вот по пальцам могу пересчитать, сколько раз я в Финляндии купалась. Да, могу зайти, помочить ноги, ну, так как очень много родниковой воды, проточной воды. Вот эта вода, то есть, она не успевает нагреваться. Да, дети у берега купаются, это никакая не проблема, но если ты взрослый человек и заходишь вот туда далеко, там, конечно, может ногу и свести вот от этой холодной воды, и поэтому люди тонут. Ну, и каждый год это статистика, то есть, сколько человек утонуло. В 23-м году 2 человека, в 22-м году 3 человека, в 21-м 13 и в 20-м 6. Ну, и я помню старые времена, когда по 20 и по 30 человек тонуло. Вот за одну ночь, конечно, да, если мужчина принял на грудь и начинают уже с утра, как говорится, да, закусить и выпить. Можете себе представить вечером, когда уже погас этот костер, всегда зажигается костер. На юганушно много лет не зажигали, вот из-за того, что есть какие-то ограничения всегда. Ну, и после этого начинается уже ночная сауна и купание. И если вот действительно под таким шофе, то есть, утром пытаются сделать перекличку, помните, на 1, 2, 3 рассчитайся. И вот кого-то всегда не могут досчитаться. Да, я всегда так ужасно представляю. Можете себе представить, вот так большая компания гуляет и потом кого-то не досчитались. Ну, и есть свои поверья. Женщины собирают цветы, плетут венки, собирают цветы, 7 цветов кладут под подушку, чтобы увидеть жениха. То есть, все это есть. Это уже, как говорится, мной пересказано и не раз, и не два, и не три. Я это пересказывать не буду заново. То есть, конечно, для югануш, для финнов это самый, наверное, любимый праздник лета. Ну, многие отмечают его на рабочем месте и все равно, конечно, хотят отмечать, даже вот если нет возможности выйти на какую-то дачу. Ну, и я всегда смеюсь, что если действительно вот такая у вас компания, вы там никого не знаете, вы человек новый в этой компании. Финны всегда держат, как говорится, вот такое расстояние. Ну, французы сразу бегут с тобой целоваться и направо, и налево. Нет, финны могут протянуть руку, как говорится, поздороваться вот так, знаете, что близко не подходи. Ну, а теперь было ограничение 3 года, даже руку многие теперь не протягивают. Вот 3 года научила, что 2 метра и ближе, пожалуйста, не надо. Нет такого, что прямо обнимание, целование. И поэтому вам может показаться, что какая-то компания холодная, они меня презирают, смотрят на меня косо, со мной не разговаривают. Нет, финны просто очень осторожны. Пока они не знают, кто вы и что вы, если действительно они еще знают, что вы человек не финского происхождения. Умеете ли вы говорить по-фински или не умеете. И поэтому вот такое, знаете, как говорится, шаг в сторону может быть. Я, когда в новую компанию, попадая в новую компанию, если я не знаю никого, только вот хозяев, как говорится, дома и ты человек приглашенный. Да, люди много раз проходят, здороваются, говорят, кто они, что они, чего они. Ну, и когда люди слышат мое имя Ольга Кемпиня, сразу, знаете, такая лампочка включается, кто я могу быть. Ну, и в Финляндии я, Ольга, не одна, наверняка, и не первая, и не последняя. Многие сразу спрашивают, откуда вы из Латвии, из Эстонии, из России. Я всегда говорю, откуда я, что я из Ленинграда. Вот столько-то лет живу в Финляндии. Ну, и когда начинается этот разговор, много раз получаю комплименты, что нехви вашу амеке, что так хорошо ты по-фински говоришь. Но, опять же, это только из-за того, что имею финскую семью, у нас нет другого языка, мы говорим, семья по-фински. Ну, и много раз мне пишут, конечно, не комплименты, а наоборот наезжают, что мой вот этот русский язык поставленный, что я говорю вот так специально, пытаюсь делать из себя финку и так далее. Нет, народ, я из себя ничего не делаю. Мне это вообще не надо. Если бы мне было лет 18, я бы тут сидела, пыжилась, может быть, я что-то и пыталась из себя изобразить. Но, поверьте, мне-то точно это уже не нужно. Мой говор, может быть, из-за того еще, кажется, вот таким непонятным в финском языке, каждое ударение всегда на первый слог. Ну, и наверняка по-русски точно так же я говорю, ставлю ударение не туда. Ну, опять же, люди, которые живут много раз в других регионах, говорят, Оля, у тебя еще очень хороший русский язык, потому что вот моя сестра, прожив сколько-то лет в Германии, она уже вот эта эр, у нее просто как вот действительно, как говорят немцы. Я говорю, ну да, может быть, действительно вот такой отпечаток. И наоборот, многие говорят, что мой говор это придуманная фишка, какая-то сестра живет в Финляндии 30 лет, у нее нету никакого акцента. Да, народ, я таких тоже знаю, живут 30 лет в Финляндии, русского акцента нету, но, к сожалению, и финского нету тоже. Когда люди говорят по-фински, просто уши сворачиваются в трубочку. Я одной даме тоже задала вопрос, почему такой финский, ну и был ответ мне дан, что да, когда ты переезжаешь молодой, учить язык гораздо легче, но когда ты переезжаешь 40 плюс, 50 плюс, конечно, язык дается очень тяжело. И финский считается один из самых трудных языков для обучения. То есть, можете себе представить, ну, если вы финнам скажете, что финский язык тяжелый, они скажут, да ничего подобного, кулапсит по ушу вами. Они скажут, что и дети говорят по-фински, ничего сложного нету. Ну, это такая финская мулька, если вы никогда это не слышали. Вот, как говорится, будьте любезны. Ну, и точно так же, когда я говорю и рассказываю, что вот пригласили нас на дачу и будет нитик есть, и многие говорят, ой, я бы точно не поехала, что чей-то туда нужно на эту дачу рулить, еще с собой все это вести, какие-то мероприятия. Но, опять же, это вот наш менталитет. Если ты кого-то приглашаешь, ты должен кормить, поесть, еще с собой в баночку салатика наложить. То есть, да, это, конечно, вот мы так встречаем и угощаем. И, да, это действительно русские, которые живут в Финляндии. У нас есть вот такая пара знакомых. Туда нужно приходить в гости с голодным, с пустым животом. И лучше еще поститься два или три дня, потому что кормят на убой. То есть, салатов всегда 12 сортов, горячего тоже на выбор. И про десерты я всегда молчу. То есть, там хозяйка вот такая, у нее скатерть-самобранка. Ну, к сожалению, финны такого не понимают. И много раз, если финны в гостях, у них просто глаза квадратные, что сколько вот всего наготовлено этих салатов и так далее. Но, да, в принципе, уже в 6 часов нужно утро встать, чтобы все это покрошить, нарезать и перед подачей заправить майонезом. Потому что, если жаркое лето, все мы прекрасно понимаем. Если вот эти салаты стояли в каком-то холодильнике, да, и травануться от этих салатов можно. Вот такие хозяйки есть, которые действительно приглашают и подают так, что, да, ты наешься на следующие 2 дня, будешь только лежать и отпиваться, как ты наелся. Ну, а многие финны такого не делают. И когда ты приезжаешь на такую дачу, первым делом могут налить кофею, да, что кахвели. Вот это кахвели у них, это просто как почитать нам отче наше с какой-то булочкой с печенюшкой. Да, ты можешь ехать 5 часов на эту дачу. И когда приехать, ты как голодный, как волк, и думаешь, ну, когда же будет какой-то бутерброд. Нет, кахвели, вот кахвели, кахвели. После этого кофея, конечно, можно и помыться и так далее. И вот вечером только гриль. И поэтому многие, конечно, собираются в складчину, чтобы действительно вот приехать и уже все разложить. Не надо вешать вот эти проблемы на хозяйку, что она пригласила 20 человек. А теперь ей весь праздник нужно стоять на кухне. Нет, обычно спрашивают Арвику Апуа, нужно ли помочь. Идут на кухню и помогают, никакая не проблема. Кто-то умеет намазывать бутерброды, кто-то, наоборот, хорошо собирает со стола. А если вот такая еще дача с сауной, нужно принести ядро воды, чтобы помыть какую-то посуду. То есть все все делают. Не то, что женщины пестрят на кухне, а мужики сидят, пьют пиво. Нет, мужчины точно так же могут сделать гриль или пойти в сауну за водой или делать что-то вот такое. То есть нету такого, что женщина вот действительно на кухне, катер самобранка, а мужчины сидят и пьют пиво. Ну и всегда вопрос про сауну, что Оля опозорилась просто на все сто. Выбежали люди голышом в воду купаться. Я была одна в купальнике, мне было неприлично. Неприлично и, как говорится, не могла я этот купальник снять. И воспитаны мы не так. Народ, я считаю, это вообще никакая не проблема. Не делайте из этого никакого номера. Если вот такая большая компания, все помылись и потом голышом побежали искупнуться, никто не будет смотреть на вас косо, что вы в купальнике, а все голышом купаются. Никакая не проблема. Никто на кого не пялится, никто ни на кого не смотрит. И не так, что, знаете, сидишь в сауне и косишься у кого больше, у кого меньше. Но моются люди и моются. Они так воспитаны. То есть не обращайте внимания и не делайте из этого никакого номера. Поэтому, знаете, вам будет больше, как говорится, вот такого, что на вас будут смотреть, а не вы будете смотреть, что в купальнике они или они голышом. Ну, можете обернуться в полотенце. То есть все прекрасно понимают, что у женщин могут быть и критичные. И вот эти дни, поэтому вы, как говорится, не голышом. То есть не делайте из этого никакого номера. Хочу всех поздравить Хаушка Югану, что всем с хорошего дня Ивана. Празднуйте, если вы празднуете, празднуйте лето. Лето это всегда такая самая хорошая пора. Ну и, конечно, много раз люди говорят, ой, загорать нельзя. Ой, загорать нельзя. Это такой ужас, вот этот ультрафиолет и так далее. Я всегда говорю, что все нужно делать с холодными мозгами. И у финнов тоже есть вот такая поговорка малая с Яркела. То есть если у вас есть действительно какие-то ограничения, аллергии и так далее. Нет, конечно, не то, что ты вышел с утра, лег и вечером ты читгачгук большой змей. Нет, конечно, нужно мазаться кремом. И крем есть и 50, и 100 и так далее. И на губы есть еще отдельный крем. То есть не так, что ты вышел и действительно сгорел, а потом все лето ходишь с длинным рукавом. Я сама имею большую аллергию на много чего. Ну, лето это такая пора, когда, конечно, наслаждаюсь, что не надо никаких кремов. Вот ты, как говорится, вышел из душа. И, хотел сказать, твоя шкура, твоя кожа блестит и переливается. Ну и сейчас, видите, много раз дотрагиваюсь. Вот сразу красное пятно. То есть, да, если есть какие-то вот такие ограничения, я считаю, что ваш организм сам подскажет, что вам хорошо, а что вам не нужно. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Стампы, Рисфилляндии. Всем физкульт-привет. Пожалуйста, напишите комментарии. Ваши комментарии продвигают видео. Пожалуйста, поставьте палец вверх, если видео понравилось. Поставьте палец вниз, если видео не понравилось. Ну и если вы смотрите еще без подписки, нажмите подписаться. Это займет буквально 10 секунд. Нажмите на колокольчик, чтобы не потерять. Ну и, конечно, новые люди, которые пришли на мой канал, открывайте пьяные листы и смотрите старые видео. Не хворайте. Принеск. Поехали. 탁. ette п obedience.